Ты знаешь, Настя, вот я очень часто слышу от девочек, у которых были отношения с египетскими мужчинами, и которые по каким-то причинам вернулись в Россию, что им уже русские мужчины как бы неинтересны после египетских. Почему? Ну, во-первых, начнем с того, что это, да, разные национальности, и девочки, как правило, почему очень быстро привыкают к арабским мужчинам, и чем они их цепляют, после этого, да, они, как правило, не могут вернуться к русским мужчинам. Ну, как говорится, арабская кровь горячая, вот, как правило, и арабские мужчины, у них по традиции заложено все равно большое уважение к женщине и забота о женщине все равно. То есть девушка, когда находится в отношениях с египтянином и с арабом, она привыкает вот к этому ощущению, что они заботятся, что она очень важна, что вот все для нее. То есть, правда, уважающий арабский мужчина, который уважает свою женщину, как это и должно быть по традициям, он ей никогда не позволит какие-то проблемы решать одной или что-то делать одной. То есть она всегда ее будет поддерживать, максимально ей давать свою заботу, вот, и максимально ее от всего оберегать. Вот, в принципе, как и в быту, так и в личных отношениях каких-то, вот, и на публике. Поэтому, когда женщины вступают после отношения с арабом в отношения с русским мужчиной, они, как правило, этого не получают. Вот, я не обобщаю всех мужчин, конечно же, но большинство, и особенно то, что я видела на своем опыте и после общения с девочками, вот, да, складываются именно вот такие вот ситуации, что, ну, вот, есть такая жилка, что немножко русский мужчина, на самом деле, ему многому нужно поучиться у арабов. Потому что все равно тут все заложено на уважении к женщине, на ее внутреннем комфорте, бытовом комфорте, комфорте в отношениях. То есть женщина должна себя чувствовать всегда королевой, всегда защищенной, всегда в любви.